Здравствуйте! Это главные новости Ростовской области в студии Ася Скрыникова. Смотрите выпуски. Жизнь под углом. Жители южной столицы просят решить проблемы падающего старинного дома. Счет 5-1. Футбольный клуб Ростов одержал первую победу в этом году. 5 миллионов на экзотическую фауну Донской парк птиц получил федеральный грант на поддержку в условиях пандемии. Два микрорайона Ростова-на-Дону сегодня остались без горячей воды и отопления. Как сообщает сайт администрации Южной столицы, в Советском районе на улице 2 Краснодарской произошел порыв на тепловой сети. Отключены 10 жилых домов. Устранить повреждения планируют к вечеру. Также без горячей воды сегодня остались жильцы части домов микрорайона Суворовский. Причина отключения – необходимость ремонта газовой котельной. По информации городских властей, эти работы необходимы для того, чтобы система исправно работала при низкой температуре воздуха. Например, такой, как сегодня. В Ростове-на-Дону утром столбики термометром показали минус 22 градуса. Закончить работы и вернуть горячую воду в квартиры коммунальщики обещают сегодня к 22 часам. Тем временем за несколько дней коммунальные службы Донской столицы вывезли более 15 тысяч тонн снега. Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, ежедневно на улицы города выходит около 200 единиц спецтехники и 500 рабочих. Районными службами сделан упор на очистку тротуаров и остановочных комплексов. Особое внимание уделено очистке подходов к социально значимым объектам, переходам, остановкам общественного транспорта. Основная работа у нас, конечно, происходит ночь, потому что нет трафика такого на дорогах, машины не мешают. И техника самославная, например, берет меньшее количество времени для того, чтобы выгрузиться и вернуться для погрузки. В свою очередь, управляющие компании ТСЖ убирают придомовые территории от снега и наледи, а также очищают кровлю и выступающие элементы многоквартирных домов. Придать огласку проблеме в самом центре Ростова-на-Дону просят жители многоквартирного дома нашего Мяна-13. Памятник архитектуре регионального значения, доходный дом Александра Ливанидова, не признан аварийным. Однако его состояние под вопросом. Сюжет Алины Зименко. От движений все это, естественно, ходит. Когда она даст какое-то катастрофическое движение, не знает никто. Я прошу всех, сегодня в подъезде собралось много людей, передайте всем, передайте слово «караул», передайте слово «ау», не доводите до чего-то плохого, сделайте что-нибудь. Жильцы доходного дома на улице Шаумяна-13 обеспокоены. Здание может просто рухнуть на проезжую часть. Мы просто боимся, что мы свалимся, но дом развалится. Пошли трещины даже во дворе, проваливался асфальт, и поэтому все эти грустные факты сказываются на состоянии дома. Он наклонился, и мы его теперь знаем в Ростове как Пизанскую башню. Может это звучит смешно и по-туристически, но, к сожалению, это грустно для жителей, потому что дом действительно падает. По словам жильцов, одна из причин – рыхлый, неустойчивый грунт, что и привело к сильному наклону здания, превышающему все нормы. Они обратились к неравнодушным ростовчанам, которым близка тема старого фонда Южной столицы, с просьбой дать огласку проблемам их дома. Ко мне обратились ребята, которые здесь живут. Когда я первый раз сюда приехал, встал на переклёстки, посмотрел, я просто был в шоке от того, что дом действительно находится под наклоном. Трещины проходят не в одном месте, а практически по всему дому, в каждой квартире. Здание меняет своё положение, перекашиваются окна и двери, сквозные щели становятся больше. Стена, которая у меня за спиной, и самые крупные трещины, то есть над входом, где кухня. Ну, так, в принципе, основные трещины всегда у нас в подъезде видны, в подвале очень сильно, да, и по внешнему фасаду. Ну, и, собственно, дом тоже под углом стоит. Это всё связано с тем, что подвижный грунт, просадка дома и дом наклоняется. В данный момент вопрос о сохранении дома до конца не решён. Страдают и системы канализации, и системы отопления. Жильцы своими силами совершают противоаварийные работы, однако говорят, что потянуть весь комплекс им не по силам. Вот этот кусок мы заменили. Ну, простите за эгоизм, эта труба идёт над нашими квартирами, соседями, поэтому мы его заменили. Большому сожалению, люди не смогли продолжить это дальше без дополнительной помощи. Это действительно очень недёшево. Ничего невозможного нет. И если власти обратят внимание должным образом, я думаю, что всё получится. По словам главы администрации Ленинского района Ростова-на-Дону, в данный момент разработана проектно-сметная документация для включения данного дома в программу по усилению фундамента. Да, работа ведётся с департаментом у ЖКХ, с коммунальными службами. Всё делается для того, чтобы этот дом привести в соответствие. Ну и самое главное, чтобы он не угрожал жителям. Я думаю, что в ближайшее время я проведу встречу личную с жителями дома. И все вопросы, которые у жителей есть, мы обязательно все их обсудим и к какому-то решению придём. Конечно, мы мыслим позитивно и надеемся, что ситуация разрешится, наш дом не упадёт. И все будут долго и счастливо жить в этом доме. Он ещё простоит не один десяток, а сотню лет. Доходный дом Александра Ливанидова – это значимый объект в самом сердце исторического центра, имеющий туристический потенциал. И сохранение Пизанской башни Ростова-на-Дону – это в том числе сохранение исторического облика Донской столицы. Алина Зименко, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Переходим к статистике по коронавирусу. 390 заболевших выявлено в Ростовской области. Выздоровело 327 человек, скончалось 25. Более 7900 человек продолжают лечение. Лидеры по региону среди городов – Ростов-на-Дону, Таганрог, Новошахтинск. Среди районов – Азовский, Неклиновский и Красносулинский. Всего же по России больше 21 тысячи человек заболело. Выздоровело почти 27 тысяч человек, скончалось 612. Свыше 533 тысяч продолжают лечение. Сегодня, 21 января, в Вооруженных силах России отмечают День инженерных войск. В преддверии этой даты части Южного военного округа провели учения в условиях городского рельефа. По легенде, вооруженный противник забаррикадировался в здании, заминировал подходы и установил заграждения. Инженерные войска ведут свою историю от указа Петра I 1701 года. Сегодня подразделения ЮВО выполняют задачи в разных регионах страны, а также за ее пределами. Участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и стихийных бедствий, проводят разминирование местности. Это разминирование местности объектов. Со времен войны осталось очень много неразовавшихся боеприпасов. И выезжают подвижные группы разминирования для их обезврежения и уничтожения. Губернатор Ростовской области Василий Голубев занял третье место в рейтинге глав регионов Южного федерального округа. Рейтинг за 2020 год составлен порталом «Медиалогия» с учетом сделанных госслужащими заявлений, а также упоминаний в СМИ. В минувшем году Василий Голубев был переизбран на третий срок. Он контролировал работу и оснащение инфекционных больниц и ликвидацию пожаров. Принял участие в открытии мемориального комплекса «Самбекские высоты», а также активно ввел свой аккаунт в Инстаграме. Благодаря этим упоминаниям в общем рейтинге глав регионов губернатор Ростовской области поднялся на 13 позиций. Сейчас Василий Голубев на 16-й строчке. Футбольный клуб «Ростов» одержал первую победу в этом году. На сборах в Марбелии команда Валерия Карпина разгромила клуб из второй испанской футбольной лиги «Альхесирас» со счетом 5-1. Наставник ростовчан в этом матче принял решение играть двумя составами в каждом тайме. Желтый-синий с первых минут завладели инициативой на поле и раз за разом опасно угрожали воротам соперника. На 26-й минуте «Алмквист» открыл счет, получив разрезающую передачу с центра поля от Тугарева, шведский полузащитник с легкостью обыграл вратаря. До перерыва наша команда создала еще несколько опасных моментов у ворот соперника, но счет не изменился. Во втором тайме, спустя пять минут после старта, Гигович удвоил преимущество Ростова. Затем игра немного успокоилась и испанцам удалось распечатать ворота Синицына. Кстати, в первом тайме Максим Рудаков отыграл на ноль. Третий мяч в ворота «Альхесираса» забил полос на 79-й минуте после шикарной передачи Байрамяна. Через 10 минут уже Дмитрий солировал Харену 4-1. Пятый мяч в испанских воротах побывал уже на 90-й минуте после удара Владимира Обухова. Итог – разгромная победа Ростова 5-1. Следующий матч на зимних сборах подопечные Валерия Карпина проведут 24 января. Соперник – шведский клуб «Эстерсунд». Росгвардейцы встали на лыжу в поддержку своего сослуживца, участника Кубка мира по лыжным гонкам. Александр Большунов служит в Уральском округе войск Национальной гвардии. Имеет звание заслуженного мастера спорта. Он первый в истории отечественного спорта дважды подряд победил в лыжном марафоне турдески. В эти дни Большунов участвует в Кубке мира. Старт флешмобу в его поддержку дал ветеран Росгвардии, герой России Алексей Фомин. Спасибо тебе за твою работу, за твое зажигание. Всегда следим за твоими успехами. Надеюсь, они будут не крайними. Видеоролики в поддержку Александра Большунова будут опубликованы в официальных аккаунтах соцсетей Росгвардии. Новые правила охоты вступили в силу в Российской Федерации. Особое внимание уделено безопасности. Каждый охотник обязан носить сигнальную одежду повышенной видимости. Также введены ограничения на использование нарезного оружия. Изменены сроки охоты на копытных и пушных животных, а также птиц. Подробные ограничения перечислены в приказе Минприроды России. Он опубликован на официальном интернет-портале Ростовской области. В Красносулинском районе Южный парк птиц «Малинки» единственный в Ростовской области получил государственную субсидию в период пандемии. Эти средства помогли сотрудникам парка сохранить и приумножить количество питомцев, среди которых и редкие краснокнижие представители пернатых. Белоплечий орлан Маргоша приветствует в редких зимнее время гостей. Гриф Аркадий, Борда Чириша, а также совы и филины. Зимой в открытых клетках совсем немного обитателей парка птиц. Большинство пернатых из теплых стран. Всего в Южном парке «Малинка» живут более 260 видов птиц, а это почти 3000 особей. Пандемия, последовавшие за ней ограничения, отсутствие гостей – все это отразилось на доходах зоопарка. Хотя «Малинки» – некоммерческий проект, средства от продажи билетов – основа обеспечения обитателей пропитанием. В период самоизоляции те, чей бизнес связан с животными, оказались в крайне затруднительной ситуации. Сотрудники парка птиц «Малинки» были вынуждены обратиться к жителям регионов с просьбой купить билеты с открытой датой, для того, чтобы вырученные средства пошли на поддержку наших животных. Поддержать частные зоопарки, дельфинарии, аквариумы было решено в правительстве страны. На эти цели в 2020-м выделили более 150 миллионов рублей. Госсубсидии в нашем регионе получил единственный парк птиц «Малинки». Около 5 миллионов рублей направили на закупку кормов и содержание обитателей. И в завершении курс валют. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на сегодня – 73 рубля 36 копеек, евро – 89 рублей 15 копеек. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрыникова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова